А еще Владимир Путин признался, что больше любит не получать, а дарить подарки. Видимо, как и российский премьер. Роман Никифоров продолжит. Макар, Истрамская область, 6 лет. Мечтает о детской железнодорожной станции. Макар, о поисках. Обязательно исполнить твое желание. Ирина, Пермский край, город Пермь, 9 лет. Мечтает о гитаре. Ирина, обязательно твое желание будет исполнено. Снежана, Астраханская область, город Астрахань, 8 лет. Мечтает побывать на кондитерской фабрике. Снежана, я несколько лет назад был на кондитерской фабрике. Помню мальчика Мишу, с которым мы вместе ее посещали. Там очень интересно, с удовольствием попробовать организовать для тебя. Это она удачно загадала. Желание исполнено. Вокруг море сладостей. А Снежана идет за ручку с российским премьером. Михаил Мишустин в роли экскурсовода. Шоколад вдохновения. Конфеты. Мишка косолапый. И птичье молоко. Самое вкусное из подарочных новогодних наборов еще советских времен все делают здесь. Ну и знаменитую «Аленку» можно брать прямо с конвейера. И никакого самоуправства. Главный разрешил. Знаешь, директор, можно брать? Да, здесь нельзя, а вот там брать можно. Здесь только смотри, смотри. Вместе с Мишустином коллеги из СНГ. Заседание Совета глав правительств Содружества пройдет только в понедельник. Но они приехали в Москву раньше. Специально ради детей своих соотечественников. В основном из семей дипломатов. Их на экскурсию тоже пригласили. С шоколадом покрывают сюда. А здесь потом смахают. Ребята, помахайте руками в камеры. Все помахайте. И ты тоже. Сделать конфеты самим легко. В дополнение к экскурсии – мастер-класс. Маржона Туракулова, чьи родители из Узбекистана, приготовила вкусный подарок под елку. Хотя не факт, что он дотянет до Нового года. Получилось? Да, получилось. Мы восемь штук сделали. Сколько? Восемь штук. Ну, сложно вообще шоколад делать? Нет, не сложно было. Вкусный? Да. Я хочу все здесь есть. Завершается все праздничным застольем – чаепитием. Выясняется, интересно было не только детям. Нам было действительно любопытно. С детства мы всегда думали, как же шоколад готовится, как конфеты изготавливаются. Детям большой праздник организовали. Спасибо вам большое. Мы ушли в детство. И детям очень радостно. Мы тоже почти радуемся, как они. Детство вспоминает и пример Беларуси Роман Головченко. Шоколадных зайцев в цветной фольге. Собеседники шутят про белорусскую валюту. Это был страшный дефицит. Мечтой каждого мальчика и девочки получить такого шоколадного зайца. Я сегодня спросил. А есть они здесь? Мне сказали, что сняты с производства. Я, Катер Михайлович, попросил, чтобы вы дали поручение возобновить, проработать вопрос о возобновлении производства шоколадных зайцев Как отличная традиция, значит, баба и шоколадных зайцев. Белорусские зайчики оттуда поручили? Белорусские зайчики. Я вам скажу, что у нас шоколадной фабрики не было. При Союзе у нас не было шоколадной фабрики. Я вот свою дочку, да, из Таджикистана, Динара, она уже долгие годы здесь. Я ее спрашиваю, будешь кондитером? Она говорит, только директором. А что, возможно, и это желание когда-нибудь сбудется. Мы в Москве несколько часов с южных стран прилетели. Была только снежная сказка. Оказывается, еще есть шоколадная сказка. А есть еще шоколадная география. Вот такие наборы для гостей. Знаковые здания стран Содружества. Хочу сказать от всей души, что мы все друзья. Наши культурные, исторические, если хотите, духовные корни, они происходят из одного места, из большого пространства, из бывшего Советского Союза. Но сегодня наше Содружество, независимое государство, дружит. И обязательно, ребята, вы тоже дружите. Вне зависимости от национальности, с какой вы страны, дружите. Мы в Москве вас всех любим, всегда ждем. И с наступающим Новым годом. Роман Никифоров, Игорь Наймушин, Николай Савчин и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе».